Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 1 января 23 года, воскресенье. Мы продолжаем наш замечательный курс. Вчера, в субботу, мы прочитали главу под названием «Вайкаш», предпоследнюю главу книги «Брэшит». И на этой неделе мы книгу «Брэшит» заканчиваем. Так, а у нас с вами остался параграф «Мем Вав», то есть 46. Сегодня будем его читать. В этом параграфе довольно много имен. И, значит, я иногда ученикам в начале пути советую вот такого рода тексты. Там, где есть именно собственные, географические или личные. Читать просто для того, чтобы проверить себя. Вы читаете, скажем, имя Агарон. И в вводе вы читаете, что это именно Агарон, а не кто-то другой. Но, тем не менее, есть и интересные моменты. Но новых слов у нас очень мало. По-моему, всего-навсего три. Вот мы их с вами увидим. Итак, приступим. Пожалуйста, выделять, где вы читаете, да? Для меня. Да, ну, конечно, конечно. Я постараюсь. Да. Ну, для тех, кто к нам сейчас присоединяется, я замечу, что вот те слова, на которых я считаю нужным остановиться, может быть, я успею, может быть, и нет, я выделяю для себя желтым фоном. А те слова, которые я включил в словарь, и заранее, значит, я ставлю в нашу группу, в Телеграм, вот этот файл, файл текста и файл словаря. Вот в словарь входят вот эти слова, которые на зеленом фоне сегодня. Так, я начинаю, я начинаю читать вот отсюда, вот отсюда. И поехал, то есть буквально двинулся, Исраэль, в данном случае это имя личное, это Яков, он же Исраэль, и все, что у него, и пришел в Беер-Шева, в город Беер-Шева. Значит, есть такое правило, что либо мы ставим ле в начале, ле Беер-Шева, либо мы к первому значащему слову добавляем в конце, как бы окончание женского рода, баэра шаба. Почему шава, а не шева? Потому что в конце фразы, или полуфразы, как вот здесь, ударный сыгол превращается в камац. Вот такое вот танохическое правило, да, шава. И зарезал жертвы богу отца его Ицхака. Так, прошу вас дальше, Анна у нас по порядку, читает пять. Анна? Анна, не слышу вас почему-то. Слышно, нет? Теперь слышно, да. Так, значит, еще раз. Вайомер Элуким, Ла Исраэль, Бе Марот, Аллаэла. Вайомер, Яков, Яков, Вайомер, Инени. Так, и говорил Всевышний Исраэлю, ну, то есть Якова. В ночном видении, ну, Марот, это вот. Точно. Ахура, Ахура, видимо, или Гора, Евития. Так, и сказал, Яков, Яков, и сказал, вот я здесь. Да, совершенно верно, точно. Благодарю. Так, Гимел, кто у нас должен быть? Людмила. Людмила, да. Нет, у нас сегодня Тимофея, да? Тимофей, он сказал, да, что он у него какие-то, он у него куда-то поедет восьмое время. Понятно, понятно, да. Да. Ва Йомар Анухи, Хаэль, Элокэй, Авиха, Эль Тир, Тира, Тира, Мэрэда, Мицраэма, Ки, Лэгой, Гадоль, Асимха, Шам. Совершенно верно. Только вот здесь Аль, Аль, это отрисование, да. Что? Вот это слово, вы чуть неправильно прочитали, я просто поправляю вас. Аль, Аль, да. Так, переводите, пожалуйста. И сказал я, какое Аль, у меня тут нет, у меня тут ЦР, вот это. Вот про это я говорю, про это, вы просто прочитали Аль как Эль. Просто у меня тут ЦР в книжке, а ваш экран я не вижу почему-то. А, так, я говорю вот не про это слово, не второе, не третье во фразе, а дальше. Ва Йомар Анухи, А, поняла. А, Элокей, Авиха, да. Всесильный, отца твоего, Аль, Тир, Э, не смотри, да, наверное. Не попугайся, не бойся. Не бойся. Тир, А, Ю, Рейш, Алет, да. Действительно, эти слова можно легко перепутать. Я прошу прощения, сейчас отвечу, секунду. Пан Станислав, у меня сейчас урок идет, буду рад вас услышать через час. Благодарю, счастливо. Да. Не бойся, не бойся. в Египет, потому что народ великий, народ великим, я, Асим, Асим, а буквально я положу тебя, или поставлю тебя там. Там совершенно верно, да. Вот относительно этого слова, я хотел сказать, МЕРДА, корень здесь, ЙОРЕД, спустится, да, АРЕДА, это буквально спуск, да, как ЕРЕДА, Ю здесь попадает, не бойся буквально от спуска в Египет. Да, совершенно верно. Это существительное, да? Я считаю, что существительное, да. Спасибо, Людмила, все правильно. Так. Шуша у нас теперь должна быть. Шуша, буду рад. Хорошо, вас, Далит. АНУХИ, ЭХАД, ИМХАМ, Внимание, вот это слово вы прочитаете правильно. Так, ЭРЕД, ЭРЕД, ИМХАМ, МИЦРАЙМА, В, АНУХИ, АЛЕХ, ГАМ, АЛО, или АЛА, АЛЛО, АЛЛО, АЛЛЕХАГАМ АЛЛО. Там АЛЛО. ВАЙОСЕФ, ЯРШИТ, ИДО, АЛЬ ЭЙНЕЙХАМ. Так. АЛЬ ЭЙН, совершенно верно. Тут есть такая интересная конструкция. Я думаю, вы справитесь, да? Не знаю. Но АНУХИ, это как вот Я. АНУХИ, это как Я, да, Я. Я, так. Что ты говоришь? ЭРЕД, Я спущусь с тобой. Я спущусь с тобой. Так. Ну, ВЕГИПЕД, как я понимаю. И Я. Так. Что такое? ЭЛЕ, АЛЕХ, ГАМ. Вот, посмотрите внимательно, здесь повторение корня. Корень ОЛЕ, АЛЛАЙН, ЛАМЕТЕЙ, подняться. Так. И Я, БУКОЛЬНО, ПОДНЯМУСЬ, ТАКЖЕ, ПОДНЯТЬЕМ. ИОС, ТАК. Можно ТАК, ПОДНЯТЬЕМЬ, ЧТОБЫЛО, ДОСЛАВНО, Да? И Я ПОДНЯМУСЬ, ТАКЖЕ, ПОДНЯТЬЕМ. Да, Вот ТАК. ПОДНЯТЬЕМ, ПОДНЯТЬЕМ, ИОСЕФ, ТАК, ЯШИТ, ЯШИТ буквально ПОЛОЖИТ. ПОЛОЖИТ РУКУ СВОЮ ИЛИ РУКУ МОЮ. Вот это вопрос. РУКУ ЕГО, То есть РУКУ СВОЮ. РУКУ ЕГО НА ГЛАЗА ТВОИ. ТВОИ, НА ГЛАЗА ТВОИ, Да? Закрой ТВОИ ГЛАЗА. Имеется ввиду, БУДЕТ С ТОБОЙ, КОГДА ТЫ ВОЗВРАТИШЬ СВОЕ ГУШОР. ДИБУШКО, МОЛОДЕЦ, КОЛЕКО, Вот. Прекрасно. Так. Кто у нас сейчас ГЭЙ читает? У нас Марина еще читала. Прекрасно. Прекрасно. Марина. ПЛЁТ. ВАЯКАМ ЯКОВ НИБЕЙ РШАВА. ВАЯС ВАИСУМ 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 ЭБНЕ ИСРАЕЛЕ ЭТЬЯКОВ АВИГЕМ ВАЭТТАФАТ ТАПАТ ТАПАМ ВАЭТ НЕШИЕМ БААГАЛОТ АШЕР ШАЛАХ ПАРО ЛАСЕТ ИТО ОТО. ОТО. Да, верно. Так. Тут чуть сложновато будет, но я готов помочь. ПАЯКАМ ЯКОВ И поднялся ЯКОВ И ты изберешь БЕРШЕВЫ ЭВЭЛ ВАИСУМ И ПОНЕСЛИ БУКВА. ПОНЕСЛИ СЫНЫ ИЗРАЛЕВЫ ЯКОВА, ОТЦА СВОЕГО. СЛОВО ТАФ ЭТО МЛАДЕНЦЫ, ИХ ДЕТЕЙ, ИХ МЛАДЕНЦЕВ. МЛАДЕНЦЕВ, ИХ ЖЕН на ПОНЕСЛИ БУКВА, КОТОРЫ ПОНЕСЛАЛ ПАРО КОБЫ ПЕРЕВОЗИТЬ, ПЕРЕНОСИТЬ, ПЕРЕНОСИТЬ, ПЕРЕНОСИТЬ ЕГО. Да, совершенно верно. Ну, КОММЕНТАРИЙ МНОГО ГОВОРИТ ОТНОСТИТЕЛЬНО ЭТИХ ПОНЕСЛАК, как, например, что, УВИДЕВШИ ИХ, ЯКОВ ПОНЯЛ, КАКОЕ ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАНИМАЕТ В МИЦРАИМЕ ЙОСЕФ, ПОТОМУ ЧТО ПРОСТО ТАК ФАРООН НЕДАЛ БЫ ПОЛОСАК. Да? Да, ПОНЯТО. ПОСИБО, МАРИНА, НЕДАЛ БЫ ПОЛОСАК. ТАК, ТЕПЕЙ, ВАВ, ОЧЕВИДНО, ЕДА? Да. ТАК. ВАЙКХУ ЭТ МИКНЕЙХЕМ ВЭТ РОХУЩАМ АШЕР РАХШУ БАЭРЕЦ КНААН ВАЯВОУ МИЦРАИМА ЯКОВ ВЭХОЛЬ ЗАРО ИТО И ВЗЯЛИ МИКНЕ, ЭТА СТАДА, их стада, а Архуш – это имущество, и их имущество, которое они приобрели, Архуш Ашер Арахшу, корень один, в земле Ханаанской, и пришли в Египет. Яков и все потомство с ним, с ним вместе. Вот так. Прекрасно. Теперь, Зайин, пожалуйста, Анна. Так. И еще одно слово. Митрайма. Так. Значит, сыновья, сыновей его с ним и дочери, получается, дочери его, и дочери сыновей. И сыновей его. Все потомство, семя, буквально семя его, да, совершенно верно. Перенеслось, приехало с ним в Египет. В Египет, да. Перенеслось, перенеслось. Совершенно верно. Сейчас. Одну секунду. Да, Давид, позвони еще на домашний, Наташа ответит. Да, дома. Конечно. Мы ждем. Спасибо. Так. Да, все верно. Митрайма. Так. Хорошо. Спасибо, Анна. Хэт. Хэт. Людмила. Людмила. Так. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, Яков и его сыновья. Бехор, первенец. Первенец Якова Ровен. Да, совершенно верно. Спасибо. Людмила начинает чтение отрывка, которое в основном состоит из имен. Тем не менее, это полезно. Благодарю вас. Так, что у нас теперь? Вперед. В ней Ровен Ханох у Палу у Хэтсрон. В Хэтсрон. Хэтсрон. В Кармин. Кармин, да, совершенно верно. Тут можно переводить, да? Из сыновья Ровена, вот они названы. Ханох, Палу, Хэтсрон и Кармин. Кармин, совершенно верно, да. Ну, чтецу Торы вот на таких участках, да, остается только положиться на свою память, потому что здесь, ну, если не запомнить, то можно ошибиться. Довольно легко. Спасибо, Шуша. Так. Юд, чей? Так, Марина. Марина. Ухней Шимон. Ямуэль, Вейамин, Веагат, Веяхин, Вецехар, Вешаул, Бенгакананит. Так, прошу вас. И сыны Шимона, Емуэль, Ямин, От, Яхин. Огад, да. Яхин, Цохар, Шаул, сын Канаан. Канаанит. Канаанит, буквально. Так, да, да. Есть комментарии, кто тут назван вот этим именем. Канаанит. Да, спасибо, Марина, все правильно. Так. Юд Алев, очевидно, мой, да? Да. Увней Леви, Гершон, Кегат, Умерари. Вот видите, как мне повезло. И сыновья Леви, Гершон, Кегат и Мерари. Так, теперь Анна Юдбет, прошу вас. Увней, так, увней, ягода, эр, ве, онан, ве, шела, ве, перец, ве, зерах, зерах. Ве, ямут, ве, ямат, эр, ве, онан, ве, эрец, кнаан, ве, юг, ней, перец, хецрон, ве, хамуль. и сыновья Игуды Эр Ионан и Шела и Перец и Зерах и умерли Эр Ионан в земле Кнанской непонятно зачем же они тут перечисляют если они уже к тому времени умерли да значит они не входят в счет вот и были сыновья Переца Хацерон и Хамуль да ну спасибо все правильно так Юд Гимел вот так я подниму так Юд Гимел пожалуйста Увне Ишаш правильно я сейчас читаю да 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 все правильно вот это имя мы читаем не так как оно написано Исахар да Исахар второе Шин точнее второй Син как правило не читают да то есть пишем мы два раза буквыachi читаем один раз впрочем есть определенные там еще и Дагеш как будто Дагеш Совершенно верно, да. И Сахара, Тола, Пува. И Пува. И Овчин. Да, да. Спасибо, Людмила, все правильно. Юд, Далит, Марина, да? Нет, Шуша. Верно. Так. А, Шуша. Зволон. Сэрот. Вэйльон. Вэя. Иахэль. Нет, неправильно. Внимание. Яхлаэль. Яхлаэль, да, да. Ну, вот и Сны, Зволуна, Сэрот, Ильон, и Яхлаэль. Да, да, да. Я помню много-много лет назад мы спросили нашего учителя, который занимался с нами чтением, в частности, да, учил нас и читать в самом начале, да. А зачем Тора перечисляет вот все эти имена, что это нам дает? И он ответил очень мудро, как и все, что он делал. Он сказал, для того, чтобы евреи давали своим детям еврейские имена. Ну, надо сказать, далеко не всегда вот те имена, которые мы встречаем в Торе, мы встречаем и в народе. Многие из них популярны, многие нет. Но, тем не менее, вот в список верящей еврейских имен они входят. Так, спасибо, Шуша. Тет, Вав. Марина. Марина. Это сыны Илеи, которых она родила Якову. Вадан. Вадан Арам. Вадан Арам – это название, место, да. Идину, дочь его. Всех душ сыновей и дочерей его. 33. 33, что в чем? Хотя, если пересчитать, их будет 32. Там говорится, что 33 душа родилась уже при выезде в Египет. То есть, вышло 32, а вышло 33. Ну, бывает, бывает. Да, верно, спасибо. А можно вопрос? Яледа надо шва читать, вот, да? Где? Ну, вот Яледа родила. Там вот эта вот палочка, как называется, после Каматса. Что это, вроде как, разные слоги. Ашер. Сейчас я найду где-то. Никак. Элэ, лэ, лэ, ашер, ялта. Вот это, в этом слове? Да, просто, вот если, так вроде как, это не один слог, вот это вот. Вертикальная черточка после Каматса. Нет? Как глагол. Не девочка, а вот как глагол. Вы смотрите в книжку, да? Да. Не на экран. Меня на экране не видно почему-то стало. Ага. Вы говорите про вертикальную черточку, которая стоит рядом с огласовкой, под буквой какой? Под Юдом, вот рядом с Каматсом. Ага. Это вообще-то, таким образом представляется ударение. Ударение там, где не стоит знак канцеляции. Но вот это вот немножко странно, потому что я был уверен, что мы прочитали правильно. Ялта. Но если ударение стоит Юдом, то должно быть Ялта. Странно, я ничего такого не помню. Нет, нет, это черточка вертикальная. То есть не надо шва, да? Шва тут не моет. Нет, нет, шва здесь не моет, да. Ялта, да. Шва нах, а не шва нах, да. Слушай, мы шалош. Да, спасибо. Тет, Зайн, очевидно, мой, да? Так, Марина у нас прочитала, значит, да, значит, ваш. Да. Так. Увный гад. Увный гад. Вот их имена. Теперь, Юд, Зайн, пожалуйста, Анна. Так. Увный ашер. Увный ашер. А. Хевер. У. Малкиэль. Да, совершенно верно. Спасибо. И сыновья ашера. Вот это вот интересное имена. И мне. Ваишва. Ваишви. Интересно. Вариа. И сэрах. Сестра их, получается, девочка. Это девочка. Кстати, есть интересная история про эту девочку. Да. И сыновья вот этого Вриа или Вриа. Хевер и Малкиэль. Да, совершенно верно. Здесь указано не только дети ашера, но и внуки ашера. Ну, по одному из сыновей. Да. А сэрах действительно сыграла важную роль, согласно Медрашу. Хорошо. Мы пока не говорим об этом. Спасибо. Ютхэт. Ютхэт. Да, Людмила? Да. Это сыны Зильпы. Которую дал Лаван. Которую дал Лаван Лее дочери. Ле. Ле дочери. Ну, своей дочери, его дочери. Да. И родила этих Якову 16 душ. 16 душ. Да, 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 совершенно верно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хотя, на самом деле, слово душа в единственном числе стоит. Нефеш. Нефеш. Да, да. Ну, это нормально, на самом деле. Сейчас. Насчет этого интересный тоже комментарий есть, почему именно душа, а не душа. Потому что больше десяти уже в единственном. Нет, это не с грамматикой. Нет, можно и с грамматикой. Ну, и с грамматикой тоже, конечно. Ну, и еще есть. Так. Так, хорошо, спасибо. Вот так. Да, верно, спасибо, Шуша. Так. Теперь Марина. Яков. Да. Да. Ваевалет Юсеф Берец Митцраим Ашир Йлдало Аснат Бат Пусти Паракоген Он Минаше Ваэт Афраим Ваевалет И родились Да, да, и родились, да. Наверное, это Нифаль У Йосефа В земле В земле египетской Те, которых родила ему Аснат Аснат Дочь Да Потифера Потифера Вот такое имя из двух слов состоящее, да. Коэн в данном случае Священнослужитель Она Да Минаше и Эфраим Да Минаше и Эфраим Да, верно, верно. Спасибо, Марина. Марина, правильно. Так, каф-алеф У в ней Веньямин Брат Что такое Ва-Рош Вот я даже Что-то и не обратил внимания Ахи-Ахи-Ва-Рош Ахи-Ва-Рош Так, надо посмотреть Это имена Это имена Кстати, у Роши приводит Комментирую 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 Армд Вот здесь Обратите внимание Что Буква Далет Если в ней стоит Дагеш И она последняя в слове Да Проставляется Шева Вот это одно из Исключений Очень Весьма и весьма редкое Да Да Так вот Спасибо Так Теперь Кафбет Анна Пожалуйста Это сыновья Рахеля Которые Родились У Якова Все души Всякая душа Получается 14 Всех душ 14 14 душ 14 Да Совершенно верно Так Спасибо У Вне У Вне Дан Хушин И Сыновья Дана Хушин Да Совершенно верно Да У него был Единственный сын Который Был ему дорог Как 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 многие Да Спасибо Спасибо Людмила Кафдалет Хорошо 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 Об ней Нафтали Я Цель В Гуни В Гуни Да Ёцер В Шлом Или Шлем Верно Да Так Кто это Чи Сыновья Нафтали Да Так То Я Хцель И Гуни И Ёцер И Как еще раз Это читается Шлем 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 Да Понятно Спасибо Шлем Так И Теперь Марина Кафдей Да Да Это сыны Белы Билхи Билхак Который Дал Лавана Рахели Своей дочери И Родила Этих Этих Якову Всех Душ Всем Да Семеро Да Верно Так А вот Такой Интересный Вопрос Возникает А почему В числе Параматерей Еврейского Народа Не числятся Вот эти Две Женщины Рабы Они же Тоже Детей Рожали Ну Вот Собственно Билхак Перечислили Нет Я имею ввиду Считать Три Про отца И четыре Про матери А эти Две Никогда Не учитывали Я так понимаю Что Вроде как И не было Какой-то был Комментарий Что Рабыня Это считается Продолжением Ну как бы Частью Ее Ну Госпожи Поэтому Они Как Суррогатная Мать Получается В этом Смысле То есть Они как бы Относятся Да Ага Дошло Туда Да Да Так вот Считается Ну Иногда Они перечисляются Как вот здесь Иногда Сыновья Билги Считается По Собственно Билович Я Служанка Рахелина Да Как Дети Рахели И так далее Да Получается Что так Так Кафхет Мой Да Да И И И Послал Перед ним К Йосефу Чтобы Показать Перед ним К Гошину Земля Гошин Мы помним Это Местность Куда Должны были Поселиться Яков С потомством И Пришли В Землю Гошин Да Совершенно А мы не пропустили Два стиха Случайно А может и пропустил Да Перепреживали Дврат шесть должен Ой Да Мы перепреживали Да Почему-то Да Я тоже думаю Да Это я Это я сдвинул текст И сбился Прошу извинения Значит Сейчас Что я читаю Кафаф Кафаф Да Коля Нефеш А Баа Ли Яков Мицраима Йоцей Йерейхо Милват Нишей В ней Яков Коль Нефеш Шишим Вашеш Всех Душ То есть Буквально Вся душа Пришедших С Яковом В Египет Вышедших Из Яркей Буквально Ярко Буквально Из бедра Его Понятно Откуда Да Кроме Жен Сыновей Якова Да Всяких Всех душ Шестьдесят Шестьдесят Так Ну пожалуй Я вот Скажите Пожалуйста Почему Ле Яков Как бы мы Переводим Яков А Ле Ле Это все таки Не Сын Да Это буквально К Яков Всех душ Пришедших К Якову Но я перевел По смыслу Почему здесь И в книжке Тоже С Переводят По русски Ну Да Это логично Потому что Перевести буквально К Яков Было бы Бессмысленно Почему здесь Использовано Именно Ле Затрудняюсь сказать Ну такое бывает Например Аллаха Ле Моше Мисинай То есть мы говорим Аллаха От Моисея Почему Ле Моше Как будто К Моисею Да Ну вот Иногда встречается Так Хорошо Кафзайн Ну если хотите Тоже я прочитаю Потому что Кафхет Я уже Прочитал Да Кафзайн Увне Йосеф Ашер Юлад Ло В Митсраим Нефеш Шнаим Коля Нефеш Левейт Яков Аба А Митсраима Шив Им И Сыновей Йосефа Которые Родились У него В Египте Душ Два Две души Да Всех душ Дома Якова Пришедших В Египет Семьдесят Ну и вот это Я уже прочитал И перевел И Иуду Он послал Перед ним Йосефу Указать Перед ним К Гошину И Пришли В Страну Гошин Я Немножко Хапнул себе Лишнего Но я надеюсь Вы меня простите Кафтет Пожалуйста Анна Да Так В Ессор Йосеф Меркафто В Еаль Лекрат Исраэль Авив Гошна В Ера Элав В Ейполь Аль Цаварав В Явк Аль Цаваро Цаваро Вот Так И запряг Йосеф Свою колесницу И Получается Поднялся Навстречу Исраэлю Отцу Своему В землю Гошин И Увидел Его И упал На шею Его И плакал На шее Его Очень Очень Сильно Да И плакал Еще Совершенно верно Спасибо Анна Обратите Внимание Вот слово Ваевк Это Кав Софит Сейчас мы не используем эту букву Но она есть И слово Цавар Шея Пишется Не забудьте пожалуйста С Алифом Это Вав Буква С огласовкой Камац А дальше идет буква Алиф Корневая Она имеет право быть без огласовки Цаварав Буквально на шеях Его Ну можно сказать Цаварав Шея Его Да Ну Смысл есть Сейчас Два 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 Вава Пишется Два Вава Потому что Возвращается Да Да Совершенно верно Спасибо Анна Так Ламед Да Ламед После того Как я тебя увидел Лицо Ибо Жив ты еще Ибо ты еще жив Да Совершенно верно Так Он ему и сказал Спасибо Спасибо Так Что Планет Алиф Вайомер Йосеф Эль Эхаф Эль Бейт Авиху Авих Так Эла В Агіда Ле Паро Разбор полетов Что такое Так И сказал Йосеф Кому Значит Братьям своим Да И Так И дому Отца своего Отца своего Да Вот это вот Что такое Эла Э Эле Я поднимусь А Это будущее От А это полная форма Да Я поднимусь Так Вайгита Это что И расскажу Буквально Да Фараону Фараону Да Так И Говорил С ним И скажу Ему Да Так Братья мои И дом Отцов моих Которые Так Верцгнан Которые Пришли Верцгнан Которые в земле Хананской Бау Элай Пришли со мной Пришли Пришли ко мне Элай А Спасибо Шуша Все правильно Так Спасибо Ламет Марина Да Эти люди Пастухи 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 Овец Буквально Будем считать Датсон Это мелкий Рогатый Скот Да Потому что Люди Отар Люди Стад Буквально Были Скотом Да И Мелкий Крупный Скот Все что У них Было В общем Они Привели 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 Да Совершенно Да Спасибо Спасибо Марина Ламет Гимел Вегая Ки Краллахем Паро Ве Амар Ма Масейхем И было Если Призовет Вас Фараон И скажет Каково Каковы Дела Ваши Чем Вы Занимаетесь Каковы Ваши Занятия Ма Асейхем Второй Лицом Нужно Числом То Тогда Ламет Далит Нам Прочитает Анна Ва Амартем Аншэ Міктэ Гаю Авадэха Мі 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 Нэ Урейну Ве Ад Ата Гам Анах Гам Авотэйну Бааву Тешву Бээрис Гошенки Туават Мицраем Коль Роэ Сон А вот Поняла Все Сообразила Все Так И Сейчас И скажет И скажет И будет Если Значит Спросит вас Фараон И скажет А вот Спросит Чем Занимаетесь Вы ему Скажете Значит Люди Стат Мы люди Стат Рабы Были Рабы Твои От юности И до сего дня То есть Мы Пасем Скот Скотоводы Мы С самого Детства Ничего другого Не умеем И мы И так И мы И так Как мы Как и отцы Наши Ради И поэтому Ради того Чтобы Тишеву Ну поселят вас Посадят вас Чтобы он Посадил вас В земле Гошен То есть Иосиф Опасается Как бы Фараон Увидев Что пришли Братья Такие ребята Хорошие Здоровые Он может Заставить У себя В войске Служить Или В столице Захочет Поселить А он не хочет Он хочет Чтобы они Жили Подальше От фараона И со всех И все вместе Языческих Безобразий Которые у него Там В столице Чтобы они Пожили На особицу Вот Скажите То есть Это некая Отмазка Как бы сказать Да Да Что мы Ничего другого Не умеем А земля Гоши Она подходит Именно для этого Но здесь Дается еще И Туават Туават Это Ну мерзость Гадость Мерзость Для египтянина Каждый Пастуховец То есть Египтяни Поклонялись Многим животным Рогатым И копытным Вот Поэтому Они Сказать Не имеются Пастухи Ну Сход им был нужен Может быть Для того Молоко Доить Допустим Из них Но В общем Они мясо Видимо Не кушали И поэтому Особо И пастухов И в общем-то Близко С собой Не держали Что нам запрещено Вмешиваться В то что происходит С этими животными А кто-то за ними Ухаживать Все-таки Не должен Пусть это будут Люди Не нашей веры Наша вера Нам это запрещает Я полагаю Так Да Совершенно верно Ну Замечательно Мы прочитали С вами Этот параграф Мы немножко Раньше Сегодня Закончим Я Гради Букже Практически Здоров Но Воспользуюсь Случаем И Немножко Отдохну Перед еще Одним Занятием Можно спросить Можно Конечно Даже нужно А то надо Да Там вот две точки Над Айном А то Это последняя фраза Да Вот это Ну да В последнем стихе Вот Да В Амартем Аншимик Негаю Авадеха Мин Урейну Ве ад Ата Вот это вы имеете ввиду Да Да Я вам скажу честно Я это слово читаю Как Ата Почему Чтобы отделить его От Ата Который пишется Через Али В смысле Ты Тут как раз И две точки Я не помню Ата Да 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 Значит Обычно Знаки Контиляции Пишутся Над ударным Слогом Если Вот это Знак Над Айном То наверное Так оно и есть Иногда Читают Ата Иногда Ата Я читаю Ата Потому что Я так привык Чтобы отделять его Чтобы отличить его От Ата Может быть Современным Может то что Современным Как нибудь Ата Говорят По правилам Нынешним Конечно Говорят Ата Да Как должно быть Чтение Но если Стоит знак Интиляции Может быть Это Именно ударение Так и поставлено А вот еще Интересно Белла Читали Да То есть Как бы Сейчас Это Белла Это больше Женское имя А тогда Это вот Сны Да Бывает Такое Что Например Имя Анат В Атанахе Мужское А сейчас Оно используется Как женское Вот Иногда Бывает Что Имя Может быть И мужским И женским Например Как-то В какой-то Группе Я учился Там был Шарон Бен И Шарон Бат Вот Интересно Шарона Шарона Я читала Шарона Бывает Шарона И бывает Именно Шарон Как женский Вот У Ашкиназов Например Имя Симха Мужское А у Сефарадим У насимха Женское Ну собственно Это слово Женского рода Вот Вот так А имя Катриэль А имя Катриэль Не помните Откуда Случайно Это же Мужское Имя Это Мужское Имя Я не уверен Что оно Танахическое Я не помню Где оно встречалось В Торе По-моему Его нет Но возможно Где-то Танахи Оно есть Но собственно Оно Образовано От Кетер Да И Теофорное Да Спасибо Вам большое Спасибо Мы встретили Например Имя Малкиэль Вполне Такое Современное Да То есть Мой Царь Хорошо Большое Вам спасибо Значит С Божьей помощью Через неделю Мы с вами Продолжим Чтение До свидания Спасибо Большое Приходите Еще Милости Просим Приводите Приводите Тех Кому это Будет интересно Спасибо Окей Всем счастливо Пока Пока Продолжение следует